Совмещаю приятное с полезным. Приятно, конечно, на печи лежать. Вот, и оттуда, так сказать, полезную информацию, надеюсь, что она окажется полезной, транслировать. Ну, чтобы печь поддерживать в, так сказать, в теплом состоянии, нужно рубить дрова. Чтобы рубить дрова, нужен топор. Топор этот может выйти из строя, нужно подстраховаться, иметь запасной. Вот, так сказать, это совокупность приятного, необходимого, так сказать, приятного процесса. Вот. А, кстати, сейчас нужно топку еще. О какой информации я хотел полезно поговорить, но, опять же, полезный для тех, кто в этой сфере интересуется. О воздержании. Не сказать, что я в этом какой-то спец, но сейчас все-таки небольшой, но труд в этом направлении имею. Первый, я в тематику, я начал через себя пропускать около шести семи лет назад. Не помню, как с ней познакомился. Благодаря, возможно, сейчас вспоминаю ютубу. Многие вот интернет, ютуб в том числе критикуют, говорят, ничего хорошего нету. Но я не соглашусь, нужно ко всему достать, относиться с формулой пчелы. Во всем видите, стараться видеть хорошее, и всей информацией стараться собирать хорошее. К сожалению, у меня не всегда так получается, иногда и мухой бываю. Вот. Ну ладно. Так, речь за ютуб, что вот, видимо, когда-то я интересовался каким-то духовным направлением, и вот ютуб решил мне заодно помендовать тематику воздержания. Видимо, так это произошло знакомство. И на тот период, я помню, я трудился на клубничных полях. Вот мой состояние в том, что я собирал клубнику. А собирать не нет, но кто знаком с этим трудом, тот знает, что собираешь там. Вот. Имей ввиду знакома с работой. Именно на таких плантациях, где сбор осуществляется массовым пониманием коллектива. Не в том плане, что где-то там в наличном участке, ходишь, а не собираешь. И вот эту тему я начал уже через себя пропускать. Не помню срок своего воздержания, но помню, что мне хотелось реализовать это, так сказать, вот эту вот сексуальную энергию. Вот. Очень серьезно помню с ней по тому началу, по началу неопытности. Вот. Я и сейчас тоже повторюсь не сказать, что опытный в этом направлении. Но все-таки чуть-чуть, чуть-чуть немножко что-то, да, постиг. И вот что интересно было для меня. Собирай клубнику. Рядом слева, справа, впереди противоположный пол. И противоположный пол, естественно, как сказать, вызывало искушение. Да еще к тому моменту, к тому моменту, к тому моменту того, что я только начал этим заниматься. Все это было для меня очень тяжелым испытанием. Я, вот вспоминаю, много энергии тратил на побаривание. И, опять же, почему много энергии тратил? Потому что неправильно к этому подошел, как сказать, к дрессировке своих инстинктов. И вот и нужно было силой направлять и на работу, на сбор клубники. А я направлял силой на усмирение своего похотливого «я». Вот так вот, да, сформулировал. И в итоге, конечно, не сказать, что я много заработал в плане финансов там. Но все-таки заработал немножко опыт на своих ошибках в плане раздержания. А искушение там серьезное. Да бы многие, многие девушки приходили на работу в лосинах, окалялись на вот, как это назвать у них, верхнюю одежду. Ну, где они без рукавов, их не плечи видно, ну, то есть закрывает руководство непосредственно, как бы, грудь, живот, как и правильно. Ну, вы понимаете, о чем я, о такой вот одежде их, летней, такой вот спортивной. И в чем прикол? В том, что некоторые впереди, да, находятся, ну, кто-то по работе из девушки, естественно, несмотря на то, что слабый пол, плодовите, чем мужчины. И вот они вырываются вперед и собирают клумитву в позе, как бы ее сформулировать мягко. Ну, в сексуальной позе, я думаю, вы понимаете, о чем. А тут я со своей практикой, вот, и о искушении меня давит, хоп, мельком я увидел там, периферийным зрением, все в мозгу, это заиграло, заиграло все. Все вот эти вот химические, биологические, все эти импульсы, выбросы всех этих веществ, вот организма запускает свою работу. И вот в этом состоянии, в этом состоянии, вот для, как я потом начал, вот через определенные, да, там уже промежутки времени, когда я все начал анализировать, что много энергии трачу я на побаривание себя, да, и мало энергии у меня остается на свою рабочую функцию сбора клубники. Вот, вот нужно поаккуратнее, сама ручка будет. Вот аккуратно нужно, потому что вот здесь вот еще сучок, конечно, для таких вот изделий нужно искать по минимуму древесину с минимум сучками. Заранее была подготовлена, эта береза, она сухая, высохла, вот, стараюсь практически всегда на 100%, причем практически потому, что были времена, когда был в серьезных грехах, когда к живым существам относился, относился без сосродания, потому что голова была занята преимущественно мирскими вожделениями, вот. И сейчас, вот где беру древесину, на велопроволках еду, по полевым посадкам смотрю, береза поваленная ветром, все, она сырая, в древесине не пропадать, через некоторое время возвращаюсь, ножовкой, повальное дерево пилю, благодарю дочь Бога природу, что дала, так сказать, мне возможность для необходимых мне, так сказать, вещей взять ее вот в варенье, вот. Так, ну продолжим, нужно было мне ненадолго прорваться. И вот какой я, такой вот самый элементарный практик начал, в тот момент, так сказать, прибегать, чтобы сэкономить энергию и направить ее на сбор клубники. Самое элементарное, что мне тогда пришло в голову, это ограничивать непосредственно свое видение, то есть кепка, чтобы, как бы, закрывала, да, вот, клубник собираешься, лавана клонена, но все-таки, вот, видимо, природные доголоски, вот, как бы, чтобы, как я все это понимаю, да, чтобы видеть, почему мы неосознанно в периферии видим, мы, как бы, у нас инстинкты самосохранения, то есть, увидите опасность заранее, и вот, как бы, неосознанно, осознанно все это в периферии мы чуть-чуть наблюдаем, вот. Ну, и на клубнике на тот момент опасности, как бы, для меня это было в плане искушения непосредственно, потому что это тема, я, тогда, довольно-таки, как бы, захватывающе для меня увлекся, и очень серьезно этой тематикой, я, так сказать, был пропитан. Так, но, наверное, я не нужна информация сейчас говорю, ну, как могу, как получается, кому интересно, так сказать, на том спасибо. Возможно, мой небольшой опыт станет для кого-то полезным. И крепко, ага, ограничиваю периферийное зрение, очки темные, правда, вот, они всегда видно клубнику, сверх зрелость, вот, когда я очки приходилось, налог тоже вот так вот, как бы, сокращает тоже, правильно сформулировать, там, градус ободрения, вот. Вот. Потом, голоса женские, да, тоже идет в плане искушения, это наушники, и музыка очень большая роль играет, это музыка, как правильно, духовное содержание, это православные песни, очень сильные, вот, в плане музыки, я и не только к православным прибегаю песню, потому что, все-таки, как говорится, Бог один, дорог к нему много, вот, слушаю и с других конфессий, вот, потому что, все-таки, как бы, дух, дух стремления, он один, разными словами, вот, да, люди говорят, но дух один, и дух, он, как бы, объединенный. Объединяющий людей, вот, в плане музыки, мне очень нравится Тимур Муцурайк, у меня очень сильные песни, если братья из других конфессий, вот. Наши песнопения, монашеские, и вот это, вот, там, музыкальное сопровождение тоже очень серьезно помогает, как бы, да, когда необходимо, там, диалог вести, клубнику, там, сдавать, да, там, сбрегая диршень, потому что, чаще всего, это, там, женский пол. Вот, уже, как бы, наушники вытаскаешь, и, как бы, пропитаны вот этой вот энергией, энергией силы, силы света, и, как бы, легче дается вся эта движуха. Так, процесс. Самый такой, да, вот. Перед работой это почитать по этой теме духовной литературы, вот. Ну, естественно, тоже вот все это простое, непосредственно, если в плане работы касаться. Да, да, и в плане работы это все-таки понимание, как бы, все это правильно сформулировать, понимание для себя то, что за вот этим вот грехом, да, который сейчас последует грехом, как бы, реализацией вот этого вот сексуального желания, то, что за этим грехом может последовать еще больше греха, потому что, если проанализировать цепочку развития ситуации всех этих, которые следуют после того, как соскочить, со воздержания, то понимаешь, что все-таки ценнее на тот момент это, как бы, момент воздержания и побаривания себя в этом направлении. Тяжело, конечно, формулировать речь в плане, так сказать, с сопровождением ее вот работы, то есть головной мозг, импульс туда туда направляет. Ну ладно, сейчас я буду заканчивать этот монолог, эту тему нужно все-таки в монологе формулировать в другом, как бы, варианте, где-нибудь отдельно, да, сконцентрированном, как-нибудь потом. Сейчас нам будут ее, наверное, завершать. Так, ну, в общем, наверное, все, не знаю, кто меня, да, смотрел до конца, вот. Она и для меня тренировка, так сейчас я вот, мне мысли, да, просто скажу, знал, что вот совместная, совместная для головы, то есть и работа в плане физики, в плане физической, да, моторики, и в плане размышления, то есть, обрати внимание, да, я сейчас пытаюсь сформулировать приложение, у меня, хоп, автоматические руки, как бы, от работы отключаются. То есть, как бы, направляют силу в сформулирование мыслей. И вот такая вот, конечно, движуха такая, вот такой тандем, он все-таки где-то, я слышал, надеюсь, я не ошибаюсь сейчас, да, в этом приложении, он способствует, как бы, тренировке и развитию.